Жюль Верн Жюль Верн – французский писатель, известный как один из основоположников жанра научной фантастики. Он стал знаменит благодаря своим приключенческим романам, в которых часто использовал научные и технологические идеи. Автор не только развлекал читателей увлекательными приключениями, но и предвосхитил важные научные открытия своего времени. Произведения, в которых он описывал подводные лодки, космические полеты и многие другие изобретения, укрепили его статус как предсказателя, хотя многие из его идей были всего лишь творческой переработкой существующих научных теорий. Жюль Верн стал автором многих классических произведений научной фантастики и приключений. Вот некоторые из его наиболее известных книг. Пять недель на воздушном шаре, путешествия к центру земли, 20 тысяч лье под водой, вокруг света за 80 дней, таинственный остров. Жюль Габриэль Верн родился 8 февраля 1828 года во Франции в городе Нант. Он был первым ребенком в семье потомственного адвоката Пьера Верна и Софи Нанина Анриета Алот де Ла Фюи. В их семье также были брат Поль и три сестрички. С детства Жюль Верн проявлял интерес к литературе и науке, что привело его в конечном итоге к писательской карьере. В 1834 году, в возрасте шести лет, он был отправлен учиться в пансион, где преподавательница часто делилась увлекательными историями о мореплавателях и приключениях. Эти ранние впечатления оказали значительное влияние на его творчество, повлияв на создание таких произведений, как «Дети капитана Гранта» и «Таинственный остров». В 1836 году по настоянию своего отца юноша поступает в семинарию, где изучает латынь, греческий язык и другие предметы. Его литературная карьера начинается с написания неподтвержденного романа под названием «Священник в 1839 году», где он описывал неудовлетворенность становлением формального обучения. В дальнейшем Жюль переехал в Париж, чтобы изучить юриспруденцию под давлением отца, который надеялся, что сын последует его стопам. Однако парень открыл для себя настоящую страсть к литературе и драматургии. В 1850 году его пьеса «Сломанные соломинки» была успешно поставлена в театре. Его работа в театре продолжалась, пока он не стал торговать ценными бумагами на парижской фондовой бирже, но при этом всегда продолжал писать. Первый большой успех пришел к Верну в 1862 году, после встречи с писателем Пьером Жюлем Этцель. Его роман «Пять недель на воздушном шаре» стала началом необычайных путешествий, серии, ставшей символом научной фантастики и приключений. Успех этой работы вдохновил его на создание других романов, таких как «Путешествие к центру Земли» и «20 тысяч лье под водой». Первый период творчества Верна можно охарактеризовать как позитивный. Он производил множество популярных и успешных научно-приключенческих романов. В этот период Верн также совершил несколько путешествий, включая поездки в Америку и Скандинавию, которые позже вдохновили его на создание новых произведений. С 1886 года творческий путь Верна изменился. «Личное горе», включая проблемы с сыном и смерть близких, повлияло на его писательский стиль. В его поздних произведениях начали прослеживаться страхи и пессимистические настроения относительно технологий и их потенциального разрушительного воздействия на общество. Романы, такие как «Властелин мира», отражают эти изменения в восприятии науки и прогресса. Стоит сказать несколько слов о семейной жизни писателя. Жюль Верн был женат на Анарине Девиан Морель, с которой он прожил всю жизнь. Их брак состоялся в 1857 году, когда Верну было 29 лет. Анарина была вдовой с двумя детьми от первого брака. Женитьба с ней обеспечила Верну стабильную семейную жизнь, которая позволила сосредоточиться на писательстве. Хотя их союз был не без трудностей, Анарина оставалась верной спутницей писателя. У семейной пары был один общий ребенок – сын Мишель, родившийся в 1861 году. Мишель был довольно проблемным ребенком, часто конфликтовал с отцом. Тем не менее, позже Мишель тоже станет писателем. И он сыграет важную роль в редактировании и публикации некоторых произведений отца после его смерти. Сын писателя также занимался кинематографом и основал кинокомпанию под названием «Лефильм Жюль Верн» и экранизировал несколько произведений своего отца. Существует предположение, что у Жюля Верна была также внебрачная дочь Мари от Эстель Эньен, с которой он познакомился в 1859 году. 9 марта 1886 года в Жюля Верна дважды выстрелил из револьвера психически больной 26-летний племянник Гастон Верн. Первая пуля прошла мимо, а вторая ранила лодыжку писателя, отчего тот начал хромать. Жюль Верн умер 24 марта 1905 года на 78-м году жизни в Амьене от сахарного диабета, оставив за собой множество незавершенных произведений и идей. Его наследие продолжилось через его сына Мишеля, который опубликовал переработанные версии некоторых из его работ. На протяжении 20 века произведения Верна были переведены на более чем 140 языков мира. Его работы по сей день остаются актуальными и любимыми читателями всех возрастов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова